Здравствуйте! Турция провоцировала Азербайджан на обострение конфликта в Карабахе. В Париже армяне вышли на акцию протеста с требованием признать Арцах. МЧС Армении сообщает об увеличении объемов, получаемой из-за рубежа гуманитарной помощи. Река Халис в Западной Армении находится под угрозой высыхания. Турция Эрдогана отправила радикальных террористов с севера Сирии вооружила и подтолкнула азербайджанского диктатора Алиева к нападению на армянскую республику Арцах на Горно-Карабах. В этом конфликте армяне Арцах имеют полную легитимность бороться за свою свободу, безопасность и независимость. Историческое наследие. На протяжении тысячелетий Арцах описывался историками как территория, населенная армянами. Армянскую принадлежность этой территории подтвердили греческие историки Геокров Страбон, Птолемей и многие другие. Читать историю Арцаха можно здесь. Демографическая легитимация. Арцах независимо от того, является ли он независимым, автономным или находится под властью иностранных держав, всегда был населен большинством армян. Никогда не меняли эту реальность и геноцид с 1894 по 1923 годы. Война против Турции или советизация Арцаха. После освободительной войны 1989 по 1994 годы 40 тысяч азербайджанцев Арцаха нашли убежище в Азербайджане, откуда более 400 тысяч армян убежали в республику Армения. Правовая легитимность. Карабах, Арцах официально была армянской территорией независимой Армении, Запад и Восток с 1918 по 1920 годы. В период советизации, даже когда Сталин произвольно решил, что Нагорный Карабах, Арцах должен войти в состав Азербайджанской ССР, он все равно придал ей правовой статус автономной области с учетом ее армянской специфики. В конце 1980-х годов армяне Нагорного Карабаха в соответствии с Советской Конституцией, предусматривающей возможность отделения, на законном основании проголосовали сначала за отделение от Азербайджана путем голосования в парламенте Нагорно-Карабахской автономной области. После отклонения этой просьбы парламентом Азербайджанской ССР желание получить независимость жителей Арцаха было подтверждено референдумом населения Нагорного Карабаха. Это решение спровоцировало военные действия Азербайджана в отношении армян Сумгавицкие погромы и Баку, после чего было совершено военное нападение на гражданское население Арцаха. Армяне поняли, что они должны бороться. Они вооружатся и отбивают агрессию, навязывая перемирие в 1994 году, которое Азербайджан постоянно нарушает. Полная статья доступна на нашем сайте. В течение ночи в зоне Арцахско-Азербайджанского конфликта в целом была относительно стабильная напряженность. На отдельных участках продолжались артиллерийские бои. Об этом говорится в сообщении, распространенном Армия обороны Арцаха. Утром, несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня, по гуманитарным соображениям силы противника возобновили артиллерийский обстрел в северном и южном направлениях. Чтобы заглушить огневые точки противника, подразделения армии обороны предпринимают соразмерные действия, держа под контролем оперативную обстановку, отмечено в сообщении. В ночь на 19 октября Азербайджан в очередной раз нарушил договоренность о прекращении огня, открыл огонь по мирным населенным пунктам Арцаха, обстрелял гражданские объекты. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям Арцаха. В частности, обстрелу подверглись город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеавид и Вургаван Кашатакского района. Сведения о погибших и пострадавших уточняются. В палату представителей Конгресса США представлена резолюция с призывом об исключении Турции из НАТО. Как сообщает Армянский национальный комитет Америки, проект резолюции выдвинула член Нижней палаты Конгресса Тулси Габбард, демократическая партия США. В документе отмечается, что Турция оказывает открытую поддержку Азербайджану в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Также указывается на привлечение Анкарои к боевым действиям в зоне Карабахского конфликта боевиков Исламского государства ИГИЛ и Исламское государство ДАИШ, запрещенное в России, и других террористических группировок. И в этом случае, когда НАТО призывает стороны прекратить боевые действия, решить вопрос посредством переговоров, подчеркивает автор законодательной инициативы. Габбард обращает внимание своих коллег на то, что Канада ранее решила прекратить поставки вооружений Турции с учетом их возможного использования в военных действиях в Нагорном Карабахе. По информации издания Коммерсант, в Азербайджане размещены около 600 турецких военнослужащих, включая батальонно-тактическую группу из 200 человек, 50 инструкторов на Хачеване, 90 военных советников в Баку обеспечивали связку при ведении боевых действий в цепочке бригадо-корпус генеральный штаб, 120 человек летно-технического состава на авиабазе Габала, 20 операторов-беспилотников на аэродроме Даляр, 50 инструкторов на аэродроме Явлах, 50 инструкторов в 4-м армейском корпусе, 20 человек на военно-морской базе и в военном училище имени Гейдара-Алиева в Баку. Эта группировка якобы включала в себя 18 БМП, 1 реактивную систему залпового огня, 10 единиц автотехники и до 34 единиц авиационной техники, включая 6 самолетов, 8 вертолетов, до 20 беспилотников, обеспечивающих военную разведку как в районе Карабаха, так и на территории Армении. Тысячи армян в Париже вышли на акцию протеста с требованием признать независимость Арцаха. Митингующие скандировали лозунги Арцах нашей славы армянской армии, двигаясь колонной по улице Парижа. По словам брата знаменитого французского футболиста с армянскими корнями Юрия Джаркаева Дениса Джаркаева, в акциях приняли участие порядка 20 тысяч человек. С начала войны представители армянской диаспоры проводят акции протеста в разных странах мира в поддержку Армении Арцаха с требованием осудить агрессию Азербайджана, признать независимость Арцаха. Протестующие даже перекрыли межгосударственные автомагистрали Европы, привлекая внимание к своим требованиям. Объемы поступающей из-за рубежа в Армению гуманитарной помощи в связи с развязанной Азербайджаном против Арцаха агрессии растут, сообщает МЧС республики. МЧС в режиме 7 на 24 продолжает организацию гуманитарной помощи. С 1 октября в Арцах посредством гуманитарных грузов отправлено 40 грузовиков, а в различные населенные пункты Армении 107 грузовиков, говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарная помощь посредством соответствующих полномочных органов была распределена между жителями Арцаха и временно прибывшим в Армению арцахскими семьями. Самолет Qatar Airways с гуманитарной помощью, собранный американцами армянского происхождения, вылетает из Лос-Анджелеса в Армении. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает Комитет гражданской авиации Республики Армения. Намеченный на 15 октября рейс авиакомпании Qatar Airways по маршруту Лос-Анджелес и Риван с гуманитарной помощью в Армению не состоялся. Турция отказалась предоставить свое воздушное пространство для перевозки гуманитарной помощи в Армению. Состояние реки Калис или Кизилермак в Западной Армении вызывает тревогу, по всей реке гибнут рыбы. В Калисе протяженностью 1355 километров, помимо опасности высыхания, началось массовое сокращение рыбных запасов. Река Калис орошает внутренние районы страны, начиная с Себастии. Для некоторых жителей из-за сушливых районов возникли проблемы из-за нехватки речной воды, которая играет важную роль, особенно в рыболовстве и ирригации. Калис, который орошал сельскохозяйственные угодья, начал течь очень медленно из-за сильной жары. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию сосунгамуйт сосну тага. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...